Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У вас почему-то, во-первых, есть такая фраза, что я ничего не учила, не делала ничего для умственного развития. Такое ощущение, что вы считаете, что нужно что-то учить и нужно что-то для умственного развития. Вот, это первое. Если вы этого не делаете, значит с вами что-то не так. Ну, признаться вам честно, это, вообще говоря, не про самооценку, это про условность восприятия себя. То есть, ну, к примеру, вам везло, а вы, по вашему мнению, что-то для своего умственного развития делали, пока делали, у вас было всё хорошо. Вот, то есть, ну, в том смысле, что пока вы делали что-то полезное, по вашему мнению, то вы чувствовали себя хорошо. Вот, потом вы не перестали делать и, соответственно, начали думать о себе хуже. Ну, вопрос у меня такой. Вы говорите, что я на экране ничего не делала, ничего не учила, не делала ничего для умственного развития. Почему? Ну, то есть, если для вас это так важно, если вам это было так нужно, если вы считаете, что в вашей реальности как бы это необходимо, то почему же вы не делали ничего? И, соответственно, на это, наверное, была какая-то мотивация. Вот. Я хочу подчеркнуть, именно мотивация, не объяснение интеллектуальности, я не делаю там, потому-то, 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 из-за того-то, того-то, того-то. А именно потому-то мне казалось, что есть вещи более важные или есть то, чего я хотела больше, к примеру. Вот. То есть, вы делали свой выбор. Вы его сделали. Вы его сделали на протяжении всего времени, что сидели дома. И вы не приняли свой выбор. Это первое. Это вот то, как бы, где, как мне кажется, точка внутреннего конфликта. Понятно, что сам конфликт, он, мне кажется, имеет несколько более глубокую природу. Вот. Мне кажется, связано с тем, что вы считаете, что себя нужно развивать. Вот. И если себя не развивать, то, соответственно, будет что-то. К примеру, вы не сможете сказать то, что хотите. Вот. У вас есть такая установка, у вас есть такая позиция, вы в этой позиции оказываетесь, и, хоп, вы не говорите именно того, что хотите сказать, подтверждая свою теорию. Не замечая при этом, что вы сами смоделировали такие последствия. Я не говорю, что это сто процентов ваши, ваш случай, но выглядит всё так, что вы боялись того, что если вы не будете развиваться, вы не сможете нормально общаться, вот. Вы не развивались, найдя себе, ну, некую волшебную палочку, с помощью которой, может быть, разрешили себе расслабиться, а теперь наказывайте себя за то, что расслабиться тем, что не можете связать нескольких слов, не можете общаться, ну, высказать свои мысли. Вот. Это если говорить про психологический аспект. Про психологический аспект. Может быть, это связано, как бы, с тем, что вам сейчас особо ничего не интересно. То есть, нет сосредоточенности, нарушение концентрации внимания, повторюсь, не физиологическое, да. А если мы говорим чисто про психологический аспект, то нарушение внимания связано с тем, что человек, конечно, не интересно. Он, в целом, склонен, склонен, вот, в векторы своих интересов, да, он склонен обоценивать, предпочитая делать то, что, ну, например. Ложный момент, то, что, пока вы сидели дома, вы могли начать хуже о себе думать, то есть, начать себя оценивать. Когда человек начинает себя оценивать, он, как ни странно, присваивает, присваивает свои оценки другим людям, то есть, он думает, что другие люди про него думают так, как он думает про себя. Вот, и, в итоге, вам становится, конечно, конечно, сложнее. Опять же, дома сидеть можно по-разному. Да, вы находились физически в определенной изоляции, в определенной депривации, это правда. Но, вы могли общаться в интернете, вы могли звонить людям, там, по телефону и так далее, и так далее, и так далее. Вы могли чем-то активно заниматься в интернете, вы могли творчеством заниматься, да, но ничего этого вы не делали, вы этого не хотели. Вам это было интересно, а что вам было интересно? Знаете, есть ощущение, что до того, как вы сидели дома, вы были в определенном темпе, но вы устали, только усталость это не замечали. Пока вы сидели дома, вы дали этой усталости, как бы, проявиться. И сейчас вам страшно, вам страшно, не хочется возвращаться вновь в этот темп, потому что он никогда не был тем, что вы хотели. Потому что никогда не был тем, что вам было на самом деле нужно. Потому что в этом темпе, в этом вот ритме вы не чувствуете себя собой. Вот. Либо у вас, ну, один из мотивов, да, вот таких вот, ну, один из мотивов, почему вы живете в таком темпе, ритме и жили. Потому что вам было важно не быть хуже других, ну, не быть хуже других, к примеру. Опять же, я не знаю, может быть, может быть, я не плав, вот. И, может быть, все это мои домысли, мои догадки, но выглядит это все таким образом, примерно. Ну, примерно так это все выглядит, да. Вот. Поэтому, эээ, что-то здесь. Пока. Вот. Дальше. Эээ, значит, так, эээ, мои осознания как будто закупорились в такой момент, и как бы я ни пытался выйти из осознания, но не получалось. Ну, мне кажется, что вы немножко говорите не о том. Ну, то есть, эээ, о бессознатном осознании вы не находились. Бессознатное осознание, это немножко другое бессознатное осознание, точнее, это немножко другое. А, мне кажется, что здесь вы говорите про, эээ, сверх мотивации. То есть, эээ, в определенный момент вам, по вашему мнению, крайне, крайне важно что-то сделать. Ну, эээ, важно как-то поступить, важно что-то сказать, вот. Важно, эээ, не знаю, эээ, как-то себе заявить, эээ, важно что-то выразить, выразить, реализовать и так далее. И, эээ, правда заключается, как мне кажется, именно здесь в том, что, что, для вас это важно через чур. То есть, слишком много, эээ, мотивации, слишком много мотивационных, ээ, линий, эээ, соединяется в одном, условно говоря, потоке. Вот. И, эээ, отсюда, именно отсюда, как мне кажется, и происходит ситуация, что, эээ, ситуация в таком поле быть, потому что вы, эээ, описываете, вы описываете. Состояние ступора, а ступор, это, эээ, такое ощущение, когда человек парализован, по сути. А, парализованность возникает из-за очень сильного желания, эээ, что-то сделать, из-за, ну, из-за важности, из-за важности что-то сделать. Поэтому, эээ, поэтому я думаю, что вам, эээ, можно и нужно, эээ, вот, эээ, в этом направлении, эээ, промыслить, эээ, вот. Эээ, взять несколько консультаций у психолога, вот, эээ, для того, чтобы, ну, лучше в себе разбираться, для того, чтобы лучше себя понимать, эээ, вот. Для того, чтобы, ну, давать себе отсчет в том, что происходит вообще с вами, эээ, вот. Мне кажется, это, ээээ, такой, ну, достаточно важный момент, как мне кажется. Вот. Понятно, что я могу быть не прав, эээ, вот. Понятно, что я могу ошибаться, вот. Многие вещи я подумал, потому что, ну, довольно мало информации. Ну, тем не менее. Тем не менее. Потому что, ну, так, эээ, вот, эээ, вот, эээ, такой ответ я хотел вам дать. Эээ, эээээ. Действительно, ээээ, имеет смысл, эээээ, обратиться к врачу. Эээээ, действительно имеет смысл ээээээээ, преследовать своё состояние с позиции на медицине, может быть, у вас дефицит витаминов каких-то, может быть, ещё что-то. Думаю, это тоже исключать нельзя, я вот тут так говорю о таких моментах, но я хочу, чтобы вы отдавали себе отчёт в том, что речь идёт только о психологических составляющих. Предполагается, что физически у вас всё в порядке, если у вас физически не всё в порядке, то нужно уже смотреть здесь совсем по-другому на другое. В смысле, что это уже совсем другой разговор тогда, если физиологически у вас могут быть какие-то проблемы. Беспокоиться не стоит, всё можно поправить, беспокоиться не стоит, всё можно всегда скорректировать, как правило. Но это нужно нужно тянуть с этим. Вот, наверное, такой ответ я хотел бы вам дать. Вот, на этом всё, надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, вам это было интересно. Буду благодарен вам за отклик на мой ответ, это может послужить началом вашей работы над собой. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!